Есть какое-то дело. Когда оно раскрывается, тебе становится интереснее. И там вот эта загадка, ты читаешь, узнаешь там всякие детали. Алена Киреева читать любит, причем не современные электронные книги, а именно бумажные. Предпочитает детективы, но и классические сюжеты уважает. Поэтому школьница пришла в городской выставочный зал на новую выставку, узнать историю издания детских книг. Наверное, самые лучшие книги, которые были в советское время изданы, авторов замечательных, издания редкие, издания довоенные, военной пары книги. Ну, в общем-то, их стоит посмотреть визуально и, конечно, их стоит прочитать. Эти книги стояли на полках в каждой советской семье. Книжки-малышки для малюток, первые произведения для самостоятельного чтения, поучительные рассказы и повести для подростков. Издательство детской литературы отмечает 85-летие. Этим людям удалось, я имею в виду Гайдара, Маршака, Чуковского, Горького, им удалось сколотить такую шикарную команду редакторов, корректоров, иллюстраторов, лучших писателей того времени, что буквально через несколько лет они уже брали медали в Брюсселе, в Париже за лучшую издательскую продукцию. Это старейшее и очень авторитетнейшее издание, в котором нет места литературе бульварной, литературе низкопробной. Ведь любая, особенно если речь идет о детской книге, любая детская книга должна иметь в первую очередь нравственный посыл. Вот книга без такого посыла – это пустышка. Многие представители старшего поколения, увидев любую из этих книг, воскликнут «У меня была такая же в детстве». Ну а дети скажут, фамилии авторов нам тоже знакомы. А все потому, что это литература на все времена. Большинство книг, представленных на выставке, издаются уже более полувека, но актуальности не теряют. Преемственность поколений чувствуется в этой выставке, потому что, когда я смотрела книги на эти, и многие из которых я читала в детстве, это было удивительно. Увидеть старинные и раритетные издания детской литературы балаковцы могут на экспозиции, которая открылась в городском выставочном зале, причем бесплатно. Передвижная выставка путешествует по городам присутствия предприятий «Росатома». И это совсем не случайно. Дело в том, что атомную отрасль и книжное издательство связывает давняя дружба. Детская литература ежегодно выпускает сборники рассказов, стихов и рисунков талантливых школьников, участников литературного проекта «Атомный пегасик». Ну а кроме книг на выставке можно увидеть работы еще одного атомного конкурса. Выставка кукол из коллекции по конкурсу «Атом Кутюр». Этот конкурс проводился трижды уже в городах присутствия «Росатома». Ну и вот одна из коллекций в данном случае здесь представлена. Атомную моду тоже придумывают дети, свои идеи воплощают в куклах. Совместными усилиями создают необычные костюмы или придают классической одежде современный вид. Когда мы создавали первый костюм, кто-то что-то подклеивал к костюму, кто-то что-то подшивал, кто-то уже более кто постарше вязал, шил, кокошники делали. Несколько человек, допустим, шили юбку. Выставка будет работать до 26 августа по адресу города Балакова, улица Проезд, энергетика в дом 2А, а затем отправится в другие города присутствия атомных предприятий.